Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос, который вы задаёте. Мы с моим мужем вместе два с половиной года. Отношения наши основаны на любви, вместо пройдено немало жизненных соперебитий вместе. Но меня немного напрягает и смещает, что все разговоры сводятся им к сексу, шутке, прошлой анекдоте или к нашей интимной жизни. Причём, прям вот так рассказываем, к примеру, о текущих годах на работе или планах на вечер, а он блог спрашивает, а секс сегодня будет? У нас регулярные интимные жизни, и сказать, что голодные ходят, такого нет. Просто такая странная особенность. Кроме разговоров, всегда трогают меня за 700, даже когда это неуместно. И когда я интуитивно отстраняюсь или мягко пытаюсь его остановить, и начинает обижаться. А у меня складывается впечатление, что я интересую его только как сексуальный объект. Расставаться с ним не хочу, меня устраивает как мужчина, но вот эта постоянная особенность начинает раздражать. Как можно разобраться и решить эту проблему, учитывая его обидчивость? Ну, самый лучший способ разобраться и решить проблему, учитывая его обидчивость, это, конечно, пойти на психотерапию. То есть обратиться к психологу и получить индивидуальную, как бы, консультацию и, соответственно, помощь и там уже, как бы, детально, скажем так, во всем разобраться. Потому что то, что вы описываете сейчас и то, что в какой-то степени могу сказать вам я, это все равно, ну, в известной мере, да, это все равно такая вот предварительная больше. История это такая вот все равно больше предварительная вводная информация, которая вам нужна для того, чтобы более осознанно подойти к вопросу, к вопросу именно своей терапии, да, именно вот психотерапевтической, так сказать, работе. Вот. А не сиюминутное, скажем так, решение проблем. Вот. Значит, смотрите, первое, с чего хочется начать, да, первое, на что хочется обратить внимание. Вы говорите, что ваши отношения основаны на любви, ну, вроде как, вы говорите, что ваши отношения основаны на любви. Но в то же время вы не принимаете особенности своего мужа. Сейчас не так важно, а хорошо это или плохо то, что он делает, да, мы с вами, скажем так, мы с вами не беремся оценивать это. Мы с вами скорее хотим, как вы, собственно, и говорите, мы с вами хотим разобраться в том, что вы описываете. И поэтому мы говорим, что если отношения основаны на любви, то это подразумевает, безусловно, принятие партнера вами. Вы говорите о том, что не принимаете в нем вот эту его особенность, что как бы уже в свою очередь ставит под сомнение любовь. Да? Это первое. Второе. Вы говорите о том, что чувствуете себя сексуальным объектом. Правда в том, как мне кажется, что это ваше восприятие того, что делает ваш муж. И правда в том, что скорее всего, я подчеркиваю, скорее всего, вы готовы, вы готовы к тому, чтобы воспринять себя, как сексуальный объект. То есть, скорее всего, вы сами в какой-то степени сводите свою ценность к сексуальному объекту. То есть, вы сами себя обесцениваете. Но ответственность за это вы перекладываете на своего супруга. Потому что на это можно посмотреть и с другой стороны. На это можно посмотреть с такой стороны, что вы привлекательны для своего супруга. Что супруг вас хочет. И это здорово. Но вы видите это так, как видите. Я хочу обратить особое внимание, что то, как вы это видите, нехорошо и неплохо. То, как вы видите это, это просто есть. И все. Но то, что есть, наводит на определенные мысли. То, что есть, вызывает определенные вопросы. Почему? Почему так? Почему то, что есть, вызывает определенные вопросы? А вот, как раз, по той простой причине, что вы воспринимаете это в негативном случае. Может быть, это связано с тем, что вы привыкли это подавлять в себе. Может быть, это связано с тем, что вы сомневаетесь, ну вот, условно говоря, в своей ценности. Как женщина. Может быть, есть что-то еще. Но это первое, на что я хотел бы обратить ваше внимание. Следующий факт, на который я хотел бы обратить ваше внимание, заключается в том, что вы в том, как вы воспринимаете то, что ваш муж на вас обижает. И почему, грубо говоря, вы должны учитывать его обидчивость. Вы понимаете, как это звучит? То, что вы пытаетесь учитывать его обидчивость. То, что вы пытаетесь учитывать его обидчивость, звучит так, что я буду делать что угодно, лишь бы его не обидеть. Как бы говорите вы. Иными словами, вы боитесь его обидеть. Иными словами. И очень важный здесь, на мой взгляд, вопрос. А как вы реагируете на его обиду? Как вы реагируете на то, что он обижается? Какими чувствами, например, вы откликаетесь на то, что он обижается? На вас, например. Вот это следующий аспект, на который я хотел бы обратить ваше внимание. Потому что, если вы боитесь человека обидеть, то это будет использоваться вами. Использоваться с вами. Как манипуляцию. Это не хорошо и не плохо. Это просто факт. Дальше. Есть разница между поведением, которое вы шипаете неподобающим, неприемлемым для себя, и поведением, которое вас задевает как-то. В этом есть разница. Поэтому я бы поставил вопрос именно так. Это поведение для меня задевающее или неприятное? Ой, это поведение для меня неприемлемое или задевающее? И пусть вас не смущает определенная схожесть этих аспектов. Потому что схожи они только поверхностно. А на более глубоком уровне достаточно легко увидеть серьезные различия между этими вещами, между этими факторами. Следующий момент. Как бы вы говорите, что ваши отношения основаны на любви. Я вам верю. Но если отношения основаны на любви, то это предполагает личностное взаимодействие. То есть взаимодействие вас как личности. То, что вы описываете, говорит о том, что как личности вы не взаимодействуете особо. Ну, потому что мужчина все сводит как бы к сексу. Говорите вы. Вот мне хочется у вас и спросить. А как это, что это за отношения, которые основаны вроде как на любви? Вроде как на любви. Ну, вы говорите, что они основаны на любви, да? А все сводится к сексу и мужчине как-то неинтересно вот то, что вы ему там условно говоря рассказываете. Вот. Неинтересна ему ваша личность. Сюда примешивается еще и такой важный момент, как мне, как мне кажется. Сюда еще примешивается такой аспект. А вам самой, вам самой ваша жизнь интересна? Вы сами, своей, своей жизнью интересуетесь, что вот так, на мой взгляд, несколько болезненно, воспринимаете то, что ей не интересуется ваш муж. Вот. А интересуетесь ли вы жизнью мужа? Знаете ли вы, что интересно вашему мужу? Понимаете? То есть, есть довольно много факторов, которые определяют то, как вы со своим супругом взаимодействуете. И из этих всех факторов складывается ваша модель взаимоотношений. Если эти факторы не учитываются, если этим факторам не уделяется внимание, не уделяется время, то возникают проблемы. Ну, на мой взгляд, это довольно справедливо, что такого рода проблемы возникают. Поэтому, в первую очередь, вам необходимо отделить в этой ситуации то, что касается вас. Вам необходимо отделить то, что является в данной ситуации вашей проблемой. И дальше эту историю разрешить. А потом уже демонстрировать и продвигать свою позицию своему мужу. Сейчас у вас есть, на мой взгляд, сложности с этим, я имею в виду, с продвижением своей позиции. В том числе, потому, что вы не до конца понимаете и не до конца отдаёте себе отчёт, а где во всём этом я? Где во всём этом моя личность? Понимаете, да? Ведь может же быть и такой момент, что вы боитесь быть плохой женой и, боясь быть плохой женой, пытаетесь быть женой идеально. Идеальной женой быть не получается. Ну, я вам открою секрет небольшой, что ни у кого не получается быть идеальной женой и идеальным мужем. Потому что это невозможно. Это невозможно. Но вы пытаетесь. И, что важно понимать, тем, тем самым, тем, что вы пытаетесь, вы, в общем-то, только и делаете, что обходите от личностного взаимодействия друг к другу. Ещё дальше. Вы обходите от того общего, что между вами может быть ещё дальше. И, естественно, от этого страдаете. Тут это вполне логично. Поэтому да, поэтому да. Самый лучший способ решить проблему, это обратиться к психологу. И поработать сначала, может быть, с собой. А уже потом смотреть на то, чего я, собственно говоря, вообще своему мужу транслирую. Что я, какие послания я шлю, может быть, сама того не осознавая, может быть, сама того не замечая. Какие послания я шлю своему супругу. Это важный аспект, на который я хотел бы обратить ваше внимание. Сейчас, по крайней мере. Вот и всё. Идеально, если вы вдвоём со своим мужем обратитесь на приём. Идеально, если вы вдвоём с мужем решите поговорить на эту тему. Ну и одна вы можете сделать немало. Последнее, с чем я хотел бы вас оставить, это то, что если мы с вами предположим, что ваш муж такой, ну вот он такой, и он не изменится, не будет, не будет чтить себя по-другому. Вот как в этом случае вы будете себя, например, чувствовать? Если вам сейчас сказать, что ваш муж не изменится. Будете ли вы так же к нему относиться, захотите ли вы с ним быть? Подумайте, это достаточно важный момент. Важный момент, это один из определяющих факторов того, как вы будете дальше в общем и целом выстраивать отношения. Ну, на мой взгляд, это очень важный аспект. Вот. И, соответственно, с этого вы могли бы начать психотерапевтическую работу. Вот. Я желаю вам всего самого доброго. Я желаю вам удачи. Я надеюсь, что мой ответ был вам полезен и интересен. Я буду вам благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Обратная связь нужна в первую очередь вам для формирования базовых постулатов для психотерапии. Всего вам самого доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Подписывайтесь на наш канал.